Добрый день, уважаемая комиссия! Я Севцева Алла и это Малинфантис Минрогумей. Мы ученицы восьмого класса в Медитальской школе имени Дмитрия Даниновича Косинького. Наш проект называется «Методические карточки Фрэш» как вспомогание материалов для участвований в кружках по финансовой грамотности. Цель – формирование методических карточек Фрэш с учетом научно-заказательной обоснованности с упором запроса в целевой аудитории. Задачи. Первый – изучение литературы. Второй – составление гипотеза и формирование портрета целевой аудитории среди населения республики. Третий – проведение генерации идей и поиска эффективных методик форм вспомогальных материалов в помощь действующим кружкам. Третий – создание прототипа методических карточек Фрэш и организации мероприятий в формате игропрактики. Мы изучили литературу. Их не очень много. Также изучили исследования в области финансовой грамотности и работе с профилактикой и мошенническими действиями в интернете. Провели опрос среди населения, в котором участвовало 221 человек со всей республики. 39% из которых попадали с мошенническими действиями в интернете. 41% опрошенных не знакомы со статьей «Мошенничество российского законодательства». Более 40% оставили пожелание, чтобы мы проводили уроки финансовой грамотности. Мы создали прототип методический карточек Фрэш. Эти карточки представляют собой картонные прямоугольники, где есть один вопрос, три правильных ответа и три неправильных ответа. Ребята должны прочесть вопрос и выводить правильные ответы. Например, наш вопрос такой. Вам позвонить с незнакомого номера и представлять за работником банка, сообщая, что с вашей карты пытаются снять деньги и просить данные карты для блокировки. Если ответы неправильные, то выйдет надпись «Нет». Если ответы правильные, то когда разворачиваем карточки, то выйдет картинка с нашим логотипом Фрэш. Вот так. Также мы организовали мероприятия в нашей школе в формате игропрактики среди 8-11 классов. Ребятам всем очень понравилось. Руководитель кружка нас поблагодарила. Оказывается, ребята уже сталкивались с мошенническими действиями в интернете. После этих мероприятий ребята стали более внимательными к разным рекламам и уже более финансово грамотными. И это мы узнали при повторном опросе внутри школы. В заключении. В данной работе изучена литература, приведена консультация с настанком, проведен опрос населения, придуманы и изготовлены прототипы методических карточек Фрэш и организованы игропрактики в нашей школе. Задача выполнена, цель достигнута. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...